Привет-привет, дорогие бьюти-голики, с вами Ида, и сегодня, как вы уже поняли по названию, мы будем распаковывать заказ от королевы мейкапа Шарлотты Тилбери, хотя кто-то называет королеву, наверное, маму Пэт, но мне кажется, Пэт Маград королева именно в производстве теней, а вот Шарлотта в производстве, в принципе, всей декоративной косметики для лица, потому что, если бы вот, наверное, у меня спросили, какой бренд ты считаешь самым лучшим, вот если купить всю косметику одного бренда, да, себе, мазать на лицо, я бы сказала, конечно же, Шарлотта Тилбери, но заказик у нас не простой, а ее ежегодный рождественский мистери бокс, для тех, кто не в курсе, кратенько поясню, мистери бокс, это коробка с косметикой от Шарлотты Тилбери, в которой она положила несколько предметов, обычно это семь, мы не знаем, что это за предметы, мы можем только угадать их по картинке с афиши, да, с ее представления этого мистери бокса, обычно она может рассекретить один или два продукта, но в этот раз она не рассекретила ничего, единственное, о чем она сказала, это то, что там будет 4 продукта от Pillow Talk, да, линейки Pillow Talk, которая, я думаю, самая знаменитая, наверное, в линейке Шарлотты Тилбери, и, кстати, с этим Pillow Talk вышла небольшая путаница, для меня конкретно, не знаю, может, еще для кого-то, но суть в чем, когда я в английском не сильна, как вы, наверное, уже поняли, я всегда, прежде чем делать заказ, перевожу наверху страницы, интернет-страницы на русский, и когда ты переводишь, делаешь машинный перевод, там в описании было сказано, что получить ее волшебный мистери бокс с семью полуразмерными предметами, носок рождественский, да, это как подарок, и плюс 4 предмета Pillow Talk, и мне показалось, что будет, помимо мистери бокса, в эту цену включено в 123 евро, между прочим, будет включено еще и 4 предмета Pillow Talk дополнительно, но когда ты переводишь назад, убираешь машинный перевод, ставишь язык английский, и если почитать на английском, я попросила мужа, он мне прочитал, так что точно знаю, что было так написано, то 4 предмета Pillow Talk именно входило непосредственно в эту коробку, то есть никаких дополнительных там косметических продуктов нам не дано, не знаю, я одна так ошиблась или нет, если тоже так подумали, пишите в комментариях, но тем не менее, я решила заказать этот мистери бокс, мне он показался интересным, хотя, конечно, немножко потом я поняла, что прогадала в плане одного продукта, но обо всем по порядку. Итак, давайте же откроем, я уже распечатала данный ящичек, посмотрим, что мне там прислали, и посмотрим, насколько мой мистери бокс будет действительно счастливым, да, и хорошим, и мне понравится. Я думаю, что за такое загадочное видео вам будет очень интересно посмотреть под чаек и пироженку, и не обвиняйте потом меня в том, что вы толстеете, потому что ни одной же мне толстеть. Заваривайте чай, берите вкусняшки, и давайте открывать мистери бокс от Шарлотты Тилбери. Итак, небольшая информация, значит, мистери бокс данный стоил 123 евро, именно я говорю евро, потому что нельзя почему-то заказать в Европу в другую Шарлотты Тилбери сайт, это английский, британский сайт, и изначально там все цены идут в фунтах стерлингов, и если в фунты стерлинги считай, то там 90 фунтов, но в европейской версии сайта можно заказывать только в евро, и, соответственно, конвертация идет по внутреннему курсу сайта, и в итоге данный бокс мне вышел в 123 евро. Если считать именно в конвертере валют, независимым от сайта Шарлотты Тилбери, то получается сайт Шарлотты Тилбери зарабатывает на нас еще где-то около 10 евро, ну, допустим, они берут это за доставку, доставка на сайте бесплатная, но, как видите, по курсу по конвертации мы проигрываем где-то около 10 евро, но по-другому никак, я пыталась облатить фунтами, но сайт просто не дает этого сделать, и если я заказываю в Польшу, где я сейчас нахожусь, то приходится, конечно же, доплачивать. Итак, выгода данного бокса у нас должна быть ровно в два раза, то есть заплатила я 123 евро, должна в итоге получить 146 евро косметики на, простите, 100, на 246 евро, да, то есть два раза дороже. И начинаем открывать, сверху мы видим, так, дальше здесь идет основной заказ, ну, давайте уже откроем этот носок, раз уж первый он лежит такой, посмотрите, вот так вот выглядит носок, сейчас не буду шуршать за кадром, открою, посмотрите, вот такой вот рождественский носок, ну, качество довольно-таки у него приятное, вот его можно таким вот образом вешать, и складывать, наверное, какие-то туда подарочки. Выглядит все это потрясающе, такой бархатный носок, вышивка, очень красиво, я так понимаю, все вот эти вот подарки с мистери бокса можно запихать сюда, и сделать себе подарок под елку, типа тебе Дед Мороз принес, но миленько на самом деле, я не знаю, нужен ли вот мне вот этот носок конкретно мне, но допустим, хорошо, кстати, выпала штучка одна. В общем, приятный подарок, может, подарю кому носок такой, да, я как люблю всякие милые упаковочки, пусть будет, а может, подарок кому-нибудь когда-нибудь сделаю. Хорошо, носок носком, но, конечно же, самое главное, это мистери бокс. Итак, сверху я вам, давайте буду доставать и показывать, здесь положили калетку тональных средств, это пробник бесплатный, который ты выбираешь на сайте Шарлотты, и еще одна, один предмет такой, это, насколько я помню, помада, когда на сайте Шарлотты постоянно делаешь заказы, собираешь баллы, вам дают там какой-нибудь подарок в подарок, но вся проблема в том, что очень сложно изъять этот подарок с сайта, по той простой причине, что подарок идет в виде промо-кода, ты должен его ввести в окошко перед заказом, перед оформлением, но если у вас уже введен какой-то другой промо-код, какая-то скидка, то этот промо-код не действует, и получается, что либо вы покупаете, должны все по полной цене на сайте Шарлотты Тилбери, и тогда вам подарок, вы можете свой забрать, который вы насобирали баллами, либо не забирать подарок, да, что очень печально, потому что на сайте Шарлотты на самом деле цены немножко выше, чем на других сайтах, где продается данная косметика, но вот к этому мистери-боксу он пробился, хотя было написано, что типа не пробьется, нельзя, но помадка мне в корзину попала, и я заказала. Значит, здесь у нас помада в формуле Mat Revolution, это одна из знаменитых формул Шарлотты Тилбери, Walk of No Shame, и сейчас эта помада у меня на губах, я знала, потому что непосредственно заказывала, да, делала заказ и знала, что мне придет в подарок, поэтому я не буду открывать данную помадку, могу вам открыть свою, видите, я ее так уже так поюзала значительно, и что я вообще могу сказать о формуле помад Шарлотты Тилбери? Это одна из лучших формул помад, с которой я встречалась вот вообще Шарлотта Тилбери и Пэт Маград непосредственно. Эти помады не сушат губы, они классно распределяются по губам, они не стираются так сразу, да, вот от носки чисто, они не уплывают никуда с губ, они очень комфортные на губах, они приятно пахнут, и цвета, какие же классные у Шарлотты цвета, все помады, что мне попадали в руки, которые я на себя наносила, мне все идут, и вот эта вот помада Walk of No Shame, одна из моих любимейших, потому что с одной стороны, посмотрите, она такая яркая, красная, а с другой стороны, когда наносишь на губы, она очень сдержанная, и это тот самый красный, который вы можете найти, носить, не боясь, что вот разотрете рот и будете как джокер ходить. Это суперская просто помада, у меня еще почти вот, ну много еще ее, хватит на год, вот эту, наверное, я, скорее всего, продам, но я вам сразу скажу, помада просто потрясающая, и если бы мне просили советовать какую-нибудь носибельную красную помаду, вот ту, которую действительно можно будет на себя надевать, скажем так, а не она будет стоять на полочке, вы будете носить ее раз в полгода, да, на какое-то супер мероприятие, и постоянно париться, чтобы вы нигде не размазались. Я бы всегда советовала Walk of No Shame, это действительно суперская помада, суперский цвет, и вообще классная штука. Кстати, мне в комментариях писали, когда я эту помаду впервые получила, Walk of No Shame, что это устойчивое выражение английское обозначает прогулка без стыда, да, ее дословный перевод, но это такое устойчивое выражение типа пословицы, что когда девушка идет к какой-то вечеринке утром, да, такая вся, и можно нанести как бы эту помаду, и вообще пофиг на все, что думают другие люди, мне кажется, классное название. Так, ну это подарок, это не относится непосредственно к мистерри боксу, а теперь достань, давайте достанем сам мистерри бокс. Вот он в такой упаковке, сейчас сниму, а то опять-таки же вам шуршать буду, и вот этот потрясающий красивый ящичек от Шарлотты. Такой ящик вы вообще можете купить на сайте, когда оформляете заказ, можете добавить праздничную упаковку, стоит он, по-моему, то ли 5, то ли 6 евро. Но в мистерри боксах он всегда достается бесплатно, очень классно выглядит, посмотрите, прям такая красотень, и очень презентабельный. Так, и внутри у нас, да, конечно же, бумажка от Шарлотты, вот это ее знаменитый цвет, как мне кажется, упаковка у Шарлотты самая лучшая. Опять-таки же мне очень нравится пэт со своим черным цветом, но Шарлотта со своим таким вот бархатным, таким глубокомалиновым каким-то. Обожаю этот цвет, обожаю вообще полностью ее стилистику, блин, надо, наверное, я думаю, что часть большую этого бокса я точно оставлю себе. Итак, сейчас вскрою запайку, и мы с вами начнем открывать, наконец, мистерри бокс. Итак, я уже вижу, что внутри много чего, но будем доставать постепенно и все это рассматривать. Я уже положу, с вашего позволения, этот ящичек, потому что неудобно будет так доставать. Ну и давайте же, буду, не буду смотреть, буду доставать по одной вещи. Итак, первое, что я достала, это розовое золото, стоит 32 евро. И такая вот коробочка замечательная, вскрыть без последствий ее не удастся, ну ладно, давайте вскрывать. Короче, я так и не поняла, как вскрыть безопасно, вот пришлось отклеить целую вот эту бумажку. Ну, конечно, запаковали их знатно, явно, чтобы никто не вскрывал. И посмотрите, здесь вот такая вот маленькая упаковка. Значит, здесь 7 мл теней и тени от Шарлотты, ну просто потрясающе. Посмотрите, довольно-таки миленький, красивый оттенок. Я на самом деле в последнее время даже и начала любить кремовые тени, хоть на мне они часто и скатываются. Но, тем не менее, часто мне сейчас нет времени на то, чтобы краситься. И я намазала кремовыми тенями, они очень быстро распределяются, они быстро схватываются, да, кремовые тени, быстренько стрелочка и ресницы. И, в принципе, макияж уже готов. Поэтому, наверное, буду оставлять данные тени себе. Давайте тогда в них потыкаю. Надеюсь, вам все будет видно. И какой же красивый оттенок, да, розовое золото, действительно он похож. Надеюсь, вам видно. Я посмотрю потом на монтаже. Если будет не видно, я еще вам свотч вставлю. Очень красиво смотрится, очень красиво играют данные тени. Тени вот эти вот в баночках от Шарлоты на мне держатся, но с условиями, да, если я сильно вспотею или на солнце похожу или под дождем, то тени скатываются. Но, в принципе, по меркам кремовых теней стойкость у них средняя. Очень красиво. Причем у Шарлоты вечно модели такие большеглазые, с открытым веком. Еще красивее все это смотрится на моделях. В общем, кремовые тени, я довольна, да. Однушку в очередной раз попытаюсь подружиться с тенями от Шарлоты. Дальше поехали. Дальше у нас будет, давайте, вот эта вот красивая коробочка. Это первый продукт Pillow Talk. Это у нас Crystal Dimension Eyeliner. Eyeliner. Упс, выпало. Итак, это у нас какой-то eyeliner. Ага, это какая-то подводка, супер будет цветная. Ну, давайте откроем, потому что буду оставлять тоже этот продукт себе. Ой, прям много, капелька такая выскочила. Ну, давайте посмотрим. Ну, довольно-таки тонкую линию она рисует. Сейчас нарисую, потом вам покажу. Это мультихром. Я уже вижу розово-персиково-зеленый такой переходит. Надеюсь, вам виден. И можно будет рисовать себе глазки, добавлять к стрелке. Я не пользовалась айлайнерами от Charlotte Tilbury, тем более не пользовалась цветными. Но вот такой штучки мне не хватало в своей косметичке, потому что иногда не хочется рисовать какие-то сложные макияжи. Хочется просто нанести какую-нибудь цветную стрелку, тушь, опять-таки же, и пойти. Поэтому тоже остается у меня. Мне кажется, ну, прикольно так выглядит. Посмотрите. Мне кажется, классный продукт. То эта штука 32 евро, конечно же, сама бы я никогда в жизни не купила, но в рамках бьюти-бокса почему бы и нет. Причем на картинках. Шарлотта, когда рисует, ставлю вам картинку, очень классно выглядит этот лайнер. Ну, ладно, хорошо. Следующий продукт какой-нибудь. The Super Nudes. Это помада от Charlotte Tilbury в оттенке Cover Star. Я вам уже сказала, что помады я от Charlotte уважаю, очень-очень люблю. У меня, наверное, их штук 5. Это Volco No Shame, Very Victoria, Pillow Talk, какая-то коричневая помада, наверное, еще какая-то. Короче, по-моему, 5 помад. Ну, вот еще одну помадку я достаю. Сейчас посмотрим, какой цвет. Надо распаковать. Так, распаковываем. Такая же туба, как и у Volco No Shame моей. Ну, давайте посмотрим, что там внутри. О, очень нюдовая помада, светлая. Мне такие помады, сразу скажу, не идут. У меня, я часто загораю, кожа такая более смуглая стала. И такие помады на мне смотрятся бледненько. Ну, цвет, наверное, носибельный. На самом деле, мне идут многие помады. Но вот этот, наверное, будет с перебором. Я не буду делать вам сводч. Скорее всего, эту помаду я буду продавать. Себе не оставлю. Да, вот эту помаду можно применять для таких вот губ современных, да, когда темная кромка по краям и внутри такое более светлое что-то. Но, к сожалению, она сатиновый эффект имеет. К сожалению, цвет немножко немой. Я не буду портить, не буду красить, потому что, ну, объективно, эту помаду я лучше продам. Стоит она, кстати, на сайте 34 евро. Так, один продукт мимо, но потому что я все-таки боюсь его пробовать. Сводч я вам вставлю. Дальше. Поехали. Какая-то красивая, миленькая коробочка в стиле Pillow Talk. Это у нас Pillow Talk Lip & Cheek Glow. Это Color of Dreams. Это и настолько, как я понимаю, ее кремовая, не кремовая, как это правильно называется. Ну, давайте скажу, кремовая. Румяна. Посмотрите, внутри какая коробочка красивенькая. Давайте откроем. Ну, оттенок такой носибельный. Я думаю, он будет подходить многим женщинам. Это многофункциональный продукт для губ и для щек. Можно использовать как румяна, как типа тинта какого-то для губ. Color of Dreams. Это оттенок для более светленьких девушек. На сводчах Шарлотты, как всегда, все красиво. Но, с вашего позволения, я также не буду его сводчить, потому что, скорее всего, себе не оставлю. Мне еще нужно домучить румяна от Rose Ink, который у меня уже скоро стухнут, и я их никак не могу допользовать. И вот этот вот оттеночек, наверное, я тоже продам. Ну, я не особо любитель кремовых румян. Я больше люблю сухие текстуры. Вот. Подумаю, конечно, что с ним сделать. Может быть, подарю кому-нибудь, как я сказала, или продам. Но стоимость таких румяшек 42 евро. Очень дорого, конечно. И это еще один продукт у нас уже второй, который я открыла, от Pillow Talk серии. Ну, честно, я бы предпочла, наверное, новые вот эти вот румяна в стике. Вот их бы я попробовала в любом оттенке, да. А вот этот продукт чуть старее, чем румяна, которая в стиках. И, наверное, уже не на хайпе. Но окей, хорошо. Шарлота, наверное, избавляется от того, что ей на данный момент не нужно. Дальше. Тушь. Знаменитая тушь. Push Up Lashes от Pillow Talk. Опять-таки же серии. Dream Pop оттенок у нас. И я настолько, как я понимаю, это коричневая тушь, а не черная. Да, это коричневая тушь вот на такой вот резиновой кисточке. Почему я так смело ее вскрываю? Потому что я ее оставлю себе. Я всегда хотела попробовать краситься коричневой тушью. Не поверите, я девочка не сильно контрастная. И, может быть, даже мне вот этот цвет будет подходить. Я пробовала саму вот эту тушь. Не скажу, что от нее это как-то там осталось в восторге. Вау, классная, самая лучшая тушь в моей жизни. Но, с другой стороны, она неплохая. Она делает достаточно объемные такие ресницы. И коричневая. Попробуем. Я рада сама бы. Я никогда не купила бы эту тушь. Потому что стоит она 30 евро. Для экспериментов с коричневой тушью это многовато. А вот получить в таком боксе я рада на самом деле. И с удовольствием ее попробую именно в коричневом цвете. Может быть, мне даже и подойдет. Дальше. Какое-то предболговатое. Что-то так. The Super Nudes Liner Duo. Это, я так понимаю, двойной лайнер от Шарлотты. У нее есть разные оттенки. Я так хотела синий попробовать карандашик у нее. Или зеленый, да. Что-нибудь такое яркое для глаз. Но здесь, скорее всего, будет что-то нюдовое. Потому что серия The Super Nudes. Кстати, The Super Nudes, по-моему, это же выходила палетка. Это ее вот эта шестерка знаменитая, которая очень качественная. И, наверное, это из этой же серии. Да, здесь у нас двойной карандашик. С одной стороны у нас темно-коричневый. Да, прям реально темно-коричневый такой оттеночек. У меня сейчас есть от Шарлотты Барбарелла Браун. Zero Call. Очень классный карандаш. Сегодня им красилось. Кстати, сегодня Шарлотты по максимуму постаралась накраситься то, что у меня есть. Это скульптор, это хайлайтер, это тени палетка новогодняя, это карандаш. Туши у меня нет. Открытые от Шарлотты. И на губах волка у на ушей. И со второй стороны здесь у нас такой вот светленький, я так понимаю, это каял для линии водной. Иногда в свой макияж хочется добавить что-то светленькое, но я себе так ничего и не купила. Поэтому этот карандаш тоже остается у меня. Вот можете заценить свотчу, если вам видно на камере. Ну, класс, что я могу сказать. То это такой карандаш 29 баксов. Ё-моё. Так, смотрите, уже 4 продукта из этого бокса я оставляю себе. Не оставляю себе, только продукт для щек и губ и помаду. И последнее, что мы видим в этом ящике, на самом деле не последнее, здесь еще пару вещичек лежит, потом вам покажу. Это Glow Glide, это Face Architect Highliner. Это ее знаменитый хайлайтер, по-моему, он выходил год назад. Pillow Talk Glow, это четвертый наш продукт от линейки Pillow Talk. Давайте открою его, посмотрите, как красиво здесь все находится. Хайлайтеры от Charlotte на самом деле, они суперносибельные, супердневные, то есть они создают эффект люксовой кожи. Конкретно этот я не пробовала, посмотрите, как красиво внутри выглядит. Кстати, по-моему, если заказываешь чисто хайлайтер, можно гравировку от Charlotte фирменную нанести. Так, выпала бумажечка, не бумажечка, пленочка, и здесь мы видим суперносибельный, красивый, такой прям хайлайтер. И на картинке он классно смотрится. Оттенок у нас какой, сейчас посмотрю. А, Pillow Talk, я же сказала, забыла уже. Такой с легкой-легкой розовинкой, на самом деле вообще с легкой. Стоит он 48 баксов. Это еще очень дорогой продукт, это самый дорогой продукт в этой коробке. К сожалению, себе, наверное, я его вставлять не буду. Все, конечно, суперкрасиво смотрится, но хайлайтеров у меня полно. Это не тот продукт, который расходится очень быстро. Хотя, с другой стороны, если не продам, может, тогда себе оставлю. Но свочить не буду, ставлю вам своч. Вы, наверное, по хайлайтеру своч особо и не поймете. Да, внутри вот звездочка от Charlotte. Но выглядит все шикарно. Вообще у продукты, у Charlotte для лица вообще бомбические все. И мне очень нравится ее эстетика. Да, это вот тени у нее в коробке немножко дешманские. Хотя и тени сами качественные. А продукты для лица очень классно смотрятся. Это был седьмой продукт наш. Я вам назвала цены, да. Назвала общую сумму 246 долларов, евро, простите, составляет цена. Ну и здесь у нас еще парочку продуктов. Это еще одна калетка тональников от Charlotte Tilbury. Здесь у нас ее знаменитый вот этот Beautiful Skin Foundation новый крем тональный. И еще что-то интересное маленькое. Ага, Charlotte Magic Cream ее. 7 мл. Это, я так понимаю, подарок. Почему-то он лежал внутри мистери бокса. Это ее знаменитый Magic Cream. Я его пробовала уже не раз. Классный жирный крем. Очень классный как праймер. Конечно, я именно косметических таких прям уходовых не заметила никаких эффектов. Но сам крем мне нравится как праймер. И вообще бомбическая штука. Если ни разу не пробовали, купите, попробуйте. Или, может быть, вам в подарок где-то положат, попробуйте. Мне кажется, очень крутой крем. Но, правда, его стоимость там зашкаливает больше 100 евро. Ну, в принципе, мы с вами открыли мистери бокс. Давайте я выложу. И приятно, конечно, подарочек такой увидеть, что это не один из предметов, да. А это все-таки подарок именно. Итак, что мы здесь нашли? Давайте еще раз перечислю. Хайлайтер, ее пилоток, румяна, карандаш для глаз, тушь для ресниц, кремовые тени, лайнер розовенький и помадка. Да, ну, наверное, крем еще тоже сюда можно добавить, как такой подарочек. Как по мне, бокс удался. Не часто я хочу оставить большую часть продукта в себе. Только, как здесь я сказала, я буду продавать только хайлайтер, помаду и румянать тире, этот тинт для губ, многофункциональный продукт. Все остальное я заберу с удовольствием себе и с удовольствием буду пользоваться. Мне как раз этих продуктов не хватает. И удался ли бокс? Ну, наверное, да. Я вам говорила, что в одном продукте я немножко подразочаровалась. Я думала по тени это будет пудра. Я очень хочу пудру от Шарлотты, но пудра ее была. Во втором мистери боксе, который был уходовый, там был тональник Beautiful Skin Foundation ее новый. Была пудра, а все остальное уходовое. Так понимаю, тонер, там крем, мейджи, крем, еще что-то. Я не захотела заказывать уходовый бокс от Шарлотты. Во-первых, ухода у меня очень много. Во-вторых, как бы, мне кажется, очень переоценена ее уходовая косметика. Заказала только мейкап-бокс. Два бокса, кстати, можно было заказать еще и со скидкой. Вот. Что думаете вы насчет бокса? Удался или нет? Следующий будет только летом. Но я довольна. Еще помадка у меня здесь есть, Волков Ношейм, которую я наконец-то сняла, свою подарочную. Она бы сгорела там уже от сроков. Вот. Мне кажется, бокс удался. Что думаете вы? Напишите в комментариях, потому что каждый по-разному относится к косметическим продуктам. Шарлотту все любят, да, но не все у нее получается. Я довольна. Все попробую. И мне кажется, все очень даже прекрасно в этот раз. Ну, а с вами была Ида. Пишите комментарии, ставьте лайки, допивайте свой чай. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.